Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас тема здоровья, а не менее пол языка после выдирания зуба мудрости. Сегодня такая необычная тема. И, честно говоря, на ютубе еще несколько лет назад вообще не было роликов и нигде не было об этом ничего не написано. А, к сожалению, я столкнулась с такой проблемой, это довольно неприятная проблема. Ну, представляете, у вас он имел пол языка. То есть, получается так, то, что выдирает зуб мудрости, это может случиться, а может не случиться. То есть, вот как-то это вот все по-разному. Это зависит больше не от самого врача, а как у вас, наверное, устроено здесь. Ну, может быть, в какой-то степени и от врача. То есть, выдирают зуб мудрости, да, зацепляется нерв, разрывается и онемевает у вас пол языка. То есть, у меня была ситуация такая, то, что онемел. Через пару дней я прихожу к тому же врачу и спрашиваю, мол, так и так, почему? Мне говорят, что просто онемение еще не ушло. Подожди. Проходит месяц, у меня и пол языка также онемевшие. Плюс к этому меняется речь. То есть, уже становится более там, какая-то такая, ну, блин, сложно, сложно все это. А я начала искать в Ютьюбе какие-то ролики. Я находила ролика, два ролика было, где там мужчина записал и девушка что-то онемела, а что делать не знают. Вот. Описание какое-то просто погуглить. То есть, тоже толком ничего нигде не было. Поэтому я решила записать ролик, что же помогло мне. Вот. То есть, прошло полгода где-то, а онемение у меня не ушло. Но как было, так и осталось. Мне помогло, честно говоря, я красила на диету и мне помогло голодание. То есть, день первый, где-то 2-3 дня я голодаю. И я чувствую, что у меня язык приходит в себя. Потом там покушала, покушала, значит, через какое-то время опять на голодание села. 2-3 дня язык еще лучше. И вот так вот постепенно, постепенно у меня язык пришел в норму. Не знаю, мне лично помогло вот это. Вам может помочь что-то другое. Также, то есть, это не означает, что теперь нужно бояться выдирать зуб мудрости. Как бы все равно выдирать его так и так придется. Потому что сам по себе зуб мудрости, он всегда плохой. На него не оденут коронку. Потому что он плохой. Не знаю, вот как не стараешься, чистишь зубы, все равно кариес появляется. Блин, непонятно, каким образом. Также он находится в самом дальнем нашем углу. То есть, не каждый врач сможет туда аккуратно залезть и вам его посверлить. То есть, этот врач должен быть уже с тонкими ручками, пальчиками тонкими. То есть, если у него огромная, широченная рука, вы представляете, как он туда к вам полезет? То есть, это будет ему неудобно. Проще гораздо выдернуть. Также я знаю то, что, если у меня был нижний зуб мудрости, если вы выдираете верхний зуб мудрости, то там получается, что его корни входят как раз в канал, где у вас проходит вот это вот дыхание. И когда его выдирают, получается так, что это получается дыркой. Когда вы, допустим, полоскаете рот, у вас через нос все это выходит. То есть, нельзя чихать, я знаю, вот я читала. То есть, нужно все аккуратно, самому хочется чихнуть, сразу заткнули носик свой и продержать. То есть, там какое-то определенное время, чтобы вот тут вот все у вас там заросло. Вот. Некоторые выдирают, я знаю, все нормально. То есть, этого нет. Также у зуба мудрости бывают разные корни. Это я уже разговаривала чисто с врачом, мне врач рассказывал. Я была в шоке, честно. То есть, обычные зубы у нас как? У них просто вот корни там, да, вот там, вверх или вниз, да, вот так вот. То есть, ровненькие. У зуба мудрости может быть в разные стороны, вот так корни. Вы представляете? В разные стороны. Бывают закрученные, бывает один в сторону. Там, блин, там чего только не бывает. Вот. Ну, не знаю, если у кого-то там прям совсем длинные, то может быть какие-то такие ситуации. А также зуб мудрости у нас может расти абсолютно в любом возрасте. То есть, это не означает, что вы вот поумнели, и у вас хоп, там вылез зуб мудрости. Нет, это не означает. Бывает такое, что зуб мудрости может вылезти и в 60-70 лет. Или там начать расти хотя бы, да, там, и в 30 лет, там, и в 20 лет. То есть, вот такое. Ну, как правило, он растет, конечно, очень-очень-очень долго. Он бывает растет прям годами. Вот у меня один растет, он у меня растет уже, наверное, года 3-4. Все никак это не может вылезти. Но когда он начинает расти, конечно, это больновато немножко. Он там лезет, пытается вылезти. Все это очень неприятно. И понимает, что скоро пойдешь в курачу, тебе его выдернут. И что же, как же будет дальше? То есть, вот такой вот момент я вам рассказала. Я надеюсь, что никто с такой проблемой не столкнется. Но если вдруг столкнулись, то, я думаю, вы будете теперь знать, что делать. Лучше, конечно, вырывать. Не знаю, если хотите, лечите. В принципе, это ваше дело. И также напишите мне обязательно в комментариях, была ли у вас такая ситуация, что у вас онемел язык. И, быть может, вам помогло что-то другое. Может быть, вы пели какие-то лекарства. Может быть, я не знаю, не знаю даже, что-то еще там, прокалывание языка. Или там, я не знаю, обязательно напишите. Потому что, я думаю, с такой проблемой люди сталкивались. И будут читать ваши комментарии, ваши отзывы обо всем об этом. И, может быть, что-то им поможет. Ну, либо, кстати, там говорилось даже, по-моему, мужчина или девушка там сказали, что нужно ждать время. Там через 2-3 года, короче, а не менее пройдет. Ну, блин, как бы, когда меняется речь, это как-то сложно. Вот, это сложновато. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я старалась для вас этот ролик записать. Комментарии обязательно напишите. Отзывы свои пишите. Смотрите другие ролики. Наши обзоры на технику, на продукты. Продукты из Викс Прайса, светофора, победа, влоги, как мы с ночком живем, путешествуем, отдыхаем. Живопись, кулинария. Там много-много всего интересного у меня на канале. По поводу Ютуба тоже на моем канале я помогаю. Всячески вам стараюсь помочь набрать подписчиков. Записываю для вас разные интересные ролики. Обязательно подписывайтесь. И всем пока-пока. С вами был канал Artmania. Субтитры сделал DimaTorzok